наше домашнее задание вот последняя картинка начнем с 1 ну что ж начнем как всегда я буду комментировать не заглядывая кто это автор кто это сделал чтобы избежать каких-то предвзятости потому что есть у меня уже ребяток с которыми я хорошо знаком и чтобы это меня не удерживала от критики в общем я не буду показывать сам себе кто это сделал ну начнем с того что вот это первая фотография она меня порадовала тем что очень неожиданный взгляд знать очень неожиданных взгляд на предмет я такого просто не ожидал считаю что имеет место быть причем очень хорошо имеет место быть это говорит о том что у автора хорошая фантазия он видит там то чего другие не видят замечательно молодец ну тут очень очень профессионально сделано радует радует что после моих уроков я надеюсь что это было после моего урока наши ученики или наши участники достигают таких результатов замечательно так тут автор пошел по пути того что я сказал не обязательно привязываться только к очкам но можно сделать натюрморт и вот я думаю что это был как раз тот самый случай когда хотелось сделать натюрморт выстроены диагонали выстроены это но как бы здесь я могу отметить старание что человек старался да и сделано неплохо единственное что сам объект для меня ушел в тень я говорил об этом ребята что делая натюрморт все таки выделите выделите объект очки для нас было главное очки в этом задании главное было очки в этом вижу я вкусную котлету вот очки как бы ушли на второй план но похвально то что был сделан натюрморт то есть проявлена фантазия очень хорошо очень хорошо ассоциация идет полнейшая очки всегда сочетается очень хорошо с книгой фон очень хорошо композиция все уравновешено замечательно яркая хорошая рекламная фотография ну что еще сказать красиво снято все красиво снято блик я любитель жестких бликов как бы там не было отражение праздница коктейль солнечные очки замечательно это просто праздник для глаз это просто праздник для глаз то есть я бы не задумаясь на месте автора какого журнала взял эту фотографию на обложку хорошо сделано красиво сделано и взят очень сложный для съемки объект обратите внимание порадовал автор очень порадовал тоже прекрасная проработка детали хорошие отличные просто отражения все уравновешено все выдержанно прекрасно сделано ну тут хорошо тут хорошо конечно потому что полностью я знаю что такое сделать такой натюрморт я знаю что такое подобрать аксессуары насыпать песка на стол да попросить уже на ее шляпку с этим шарфом хорошо постарался автор порадовал молодец отличное сочетание отлично просто отличное сочетание старинных очков обиходная рецептура читаются все великолепно великолепно ребята вы мне просто радуете то же самое очень хорошее расположение черная обложка с черной дужкой черная на черном отлично справились просто отлично ручку я бы конечно посолить не положил но дело в том что тут не в этом дело если будет ручка автор положит конечно красивую ручку не все сразу можно достать это понятно поэтому это не совсем не критический пункт это плюс к тому что очень хорошо все расположено будет у вас какой-то там я не знаю очень дорогой предмет положите его точно так же это также как вот снимать бренды да если вы умеете обычную ручку правильно положить и снять очки то вы дорогую положите это будет еще проще для вас ну тут двойное удовольствие конечно сняты такие очки такие очки и вот я вижу как все продумано как хорошо все освещено как проработаны детали ну просто удовольствие наблюдать о но тут автор постарался тут видно что автор постарался это старый любитель аналоговые камеры рассматривают свои фотографии очки ему уже нужны до фэт старенький все еще рабочие я прекрасно понимаю настроение великолепное настроение моя похвала автору так смотрим видите как хорошо тоже проработаны детали даже видны надписи да то есть вот это я люблю аккуратность в работе это первая задача предметчика и здесь она выполнена все пятерочку так совпадает очень хорошо совпадает душка очков расположение все хорошо сочетание этой книги золотой оправы но вот тут я конечно замечу это дело автора но вот такой фон я бы не стал брать я бы без полосок его взял потому что он как бы забивает сам предмет который мы снимаем и взгляд упирает сюда вы знаете что камера тоже ориентируется на контраст и тоже к также и мы наши глаза ориентируются сразу на контраст и кидаются вот сюда поэтому при этой хорошей работе можно было бы и улучшить добавить вот здесь этот золотистый фон правильно выбрал автор но только без полосок если конечно за этим не стоит какая-то штриховая цена и так далее тут не всегда можно угадать так ребята вот первое что у меня была ассоциация это пиночет понимаете правда я долго долго не мог все таки понять красивая фотография да посмотрите как хорошо цвет подобран и очки красиво сняты хорошо все но вот этот козырек шляпы автор наверно сам не видел но это тоже может быть только мое личное восприятие потому что по сути дела по сути дела это чехол для очков как я потом разобрался но может быть это была такая зад задумочка кто ее знает поэтому критиковать я не буду я скажу что для меня это было очень весело гадать о том что же все таки здесь изображено так хорошо хорошо сделано тоже проработка деталей замечательно отличный снимок ну здесь очень 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 тоже все продумано все сделано красиво а главное обратите внимание на тон этой всей композиции да то есть здесь ничего не вырывается не вырывается ничего даже вот красный красная конфетка или что это там на шоколад да а по сути дела всегда я всегда опасаюсь делать красное что-то если она есть в нотюрморте но красный он как бы отвлекает очень сильно то есть первое если положить здесь допустим красное яблоко мы не заметим очки а вот здесь как бы там не было вот скорее всего потому что расположена правильно первое что я вижу это очки и и тут же идет сразу же вот старинные книги какие-то очень интересные да я понимаю что это шляпа для чего здесь лежит для чего чаек лежит и почему солнцезащитные очки да потому что это на веранде скорее всего вот человек читал или девушка читала и вот я говорю все все сочетается все сочетается мне нравится единственное что может быть я бы пакетик не показывала показал бы чай но это мое личное личное восприятие ой ну тут вообще прелесть ребят вот это я бы не задумываясь сразу на обложку журнала все и вы со мной согласитесь посмотрите как снято все как снято все аккуратно как хорошо снято как продумано снято такое теплое чувство потому что все эти марки у меня есть я их привез в германии из россия мальчиком это все коллекционера но правда у меня все гашеные были не было денег на не гашеная марки все марки были гашена здесь я вижу серьезного коллекционера и как хорошо снято лупа как хорошо снято стекло нет вот этих бликов никаких передана бумага вот эта калечка который закрывает пинцетик все аккуратно это это просто праздник класс это просто праздник вас тоже самое могу сказать об этом рисунке он мне так понравился знаете вот это сочетание оранжево насыщенного с джинсами да с такими голубыми тоже и грамотно расположение вот это вот это правильно настолько правильно сделано что я я поражаюсь просто очень хорошо очень хорошо я благодарен вам за такие подарки которые вы мне делаете отлично отлично вейком с очками не знаю хотел автор этого или нет но вот он показал как раз преломление очков что очки действительно не простые стекла там стоят а совет дед 3 стоят и настолько лаконично с настолько хорошо это подата настолько правильно все выстроено что если я этому человеку помог чем-то то я думаю что через пару лет я смогу него научиться вот это уже похоже немножко на драницына он тоже любит гитару он тоже в очках туда-сюда вот это замечательно замечательно и оправдана понимаете вот смотрите если бы вы просто взяли гитару положили очки ну и что а тут говорится о том что ноты лежат ноты не ноты это как они называются я уже был по-русски аккорды нет не аккордах как-то забыл но их надо видеть их надо видеть если зрение слабое то видеть нужно в очках поэтому все хорошо все хорошо у ее 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 ей прелесть прелесть просто прелесть настолько выдержанно все настолько сделано хорошо единственное что автору может быть небольшой советик тут уже фотошоп бы вам в руку отражение чуть-чуть приглушить понимаете чтобы не двоилась потому что настолько красиво нас только это эстетично снято что хочется все-таки посоветовать чуть-чуть приглушить вот это молодец автор просто молодец но прекрасно но прекрасно вот вам сочетание ювелирных изделий смело смело конечно потому что ювелирные изделия снимать тяжело но тут был белый фон и как бы тоже я вижу перекликания цветов хорошо так вот я не знаю я почему-то чувствую женские руки почему-то хотя тема мужская да но я чувствую женские руки понимаете вот я никогда не пытался соревноваться с женщинами внутрь морде потому что особенно с цветами да вот ну с овощами там еще куда-то я как-то могу потянуться но если касается цветов или каких-то букетов то даже не пытайтесь женщина все равно все равно это сделает лучше здесь я вижу мужская тема но построение чисто вот женская да вот каким-то образом я это чувствую и снято очень хорошо очень хорошо единственное может быть я бы поворот сделал я бы развернулся композицию вот как бы не сделал не бы такой прямолинейный но снято технически великолепно просто великолепно и вот тут вот тут я сразу вам скажу это женский натюрморт не заглядывая кто там авто то мужчина но у него нет просто этого он поленится это доставать вот я до сих пор не решаюсь вмешиваться в женские аксессуары потому что в этом нужно понимать если я вижу женские аксессуары здесь то я понимаю что здесь была рука женщина когда женщина работа на работа всегда мягко всегда работает аккуратно и очень тщательно что мы в этой картиночке и видим так и заключает наша картинка очень неожиданно натюрморт очень неожиданно натюрморт и что-то мне тут подсказывает что дело в том что ребята не забывайте что я долгое время занимался драйд и графикой да то есть трехмерной графикой и я вот сразу вижу что вот это оттуда и это оттуда то есть это вырезано к сожалению это видно да сама идея великолепно сама идея великолепно но тут вот это как бы вот понимаете вот здесь слишком все как бы вот все правильно очень все правильно пациент посередине лицо слева фанта справа попкорн и тут это очень просто было бы взять вот этот попкорн передвинуть сюда поставить за фанту очки чуть-чуть развернуть и снимок получился бы более интересный скажем так хотя сама идея сама идея очень похвально молодец автор то есть неожиданно очень неожиданно да я еще не видел в то чтобы в таком плане вдруг показали трехмерные очки и тем не менее он справился задачу сказал что вот очки ребят хотели очки получите ну что я могу сказать ребят и девчат порадовали честно порадовали это наверное самое лучшее когда я вижу ваши работы это наверное самая лучшая моя награда я понимаю что то что мы делаем приносит уже свои плоды это очень приятно чрезвычайно и вы знаете есть такая пословица учитель воспитая ученика что было у кого потом учиться я вот чувствую по вашим работам что такое время не за горами это замечательно так как я сегодня планировал заниматься своими бумажками но по-прежнему мне не хочется это делать поэтому наше домашнее задание на этом конечно будет закончена единственное что я хотел бы сказать вы знаете есть такое правило в натюрморте что предметы не должны отвлекать от основного предмета то есть не старайтесь рассыпать возле своего предмета основного очень много уж каких-то различных деталюшек скажем так вообще есть такое правило нечетное число 357 и так далее это не то чтобы это прям только железное правило но все таки я его придерживаюсь я стараюсь чтобы у меня предметов было все-таки нечетное число не знаю почему но делаю это поэтому это единственное наверное что в некоторых я работал работах нашел перебор в этом деле и поэтому вот обратите на это внимание а в целом я говорю вы мне так порадовали это был действительно праздник для глаз я очень доволен спасибо вам спасибо вам я начал теперь уже играть с мыслями а может быть вам на лето даже ваше задание но это дает в общем-то нерадивым ученикам а вы мне очень рачи бы и и поэтому наверное я вас пощажу и не буду давать вам домашнее задание на лето мы вернемся осенью и продолжим наши с вами занятия а тут у меня возникает еще одна мысль что за этим не настолько неохота сегодня возвращаться к своим бумажкам что я бы наверно занялся бы все таки чем-то другим и в компенсацию за то что я так долго проболтал в первой части нашего видео ну что ну что ну ну что такое еще рано гулять еще рано гулять рано я вам предлагаю сделать следующее домашнее задание мы сейчас закончим но на этом не попрощаемся почему потому что позавчера у меня было на мастер-классе приехала наша соотечественница девушка фотограф но она не предметчик с такой просьбы показать как снимают бутылку пива и пиво стаканчики потому что это было одним из тестов для нее при принятии на работу и поставили условия фирма что мы бы хотели посмотреть как вы с этим справитесь почему потому что они сами не справились эта фирма дизайнерская они делают какие-то веб страницы и им нужен фотограф потому что сами они попробовали это сделать именно вот это задание и поняли что нет что нужен специалист и вот она приехала ко мне с такой с просьбой и мы с ней этим самым и занимались на этом мастер-классе она уехала очень довольна получилось вот такая фотография я вначале не хотел делать из нее какой-то мастер-классы или для нас я имею ввиду или какой-то урок или практику потому что в принципе там ничего нового нет для нас для тех кто с нами давно там нет там тоже самые приемы которые я показывал только сведены вместе но первое попросила девушка женщина знаете я свою жизнь постарался никогда женщину не отказывать они мне отказывали это было не часто но было я нет и поэтому просьба женщина для меня если женщина просит как в песне то то надо делать это раз второе это приятный воркшоп это приятный мастер-класс или это приятно потому что в ходе этого ты открываешь пиво я не использую никакие добавки там какие-то ухищрения в виде вместо пены там лить в пиво стиральный порошок убил бы гадов кто это придумал потому что пиво это самый лучший мой напиток я германии ничего не пью кроме пива тут 5000 сортов я где-то может быть перепробовал за 16 лет ну от силы 50 от силы 50 поэтому мне вся жизнь впереди и вчера мы праздновали женой наше сорокалетие нашей свадьбы и я наверно немножко перепраздновал поэтому организм говорит что хочешь немножко освежиться и расслабиться купи пиво и поэтому три обстоятельства подвигают меня к тому и тем более что все настроено я еще ничего не убирал студии все настроено под это под эту практику и мы с вами это и сделаем я сейчас не буду с вами прощаться а я поеду за пивом и через полчасика я там настрою все мы с вами встретимся и проведем этот практику эту практику проведем хорошо договорились но тогда я поехал